Давайте мы перейдем к следующему стиху. Перед тем, как мы перейдем к деяниям, давайте мы разберем Ветхий Завет. В Ветхом Завете есть несколько мест, которые используются в поддержку учения о гарантированном исцелении. Одно из самых наиболее цитируемых – это Исход 15.26. У вас в распечатках это есть. И сказал, если ты будешь слушаться глаза Бога твоего, делать угодные предачами его, внимать заповедям его и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет. «Ибо я, Господь, Бог твой, целитель твой». Вот слово «целитель» – это Рафа, да, Иегова Рафа. Исход 15. Да, еще есть Исход 23.26. Исход 23.26. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и вино твое, и воду твое, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, и число дней твоих сделаю полным». Третье место, которое в Ветхом Завете, из Ветхого Завета, которое используется очень часто в поддержке учений и гарантированных селений, это Псалом 102, 2-3 стихи. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Что касается первых двух мест, они обращены к народу израильскому, который совсем незадолго до этого вышел из Египта. Выход из Египта, как мы помним, сопровождался большими казнями, карами, ужасами. И я думаю, что то, что произошло в Египте, оно произвело впечатление не только на египтян, но и на самих израильтян. Когда они видели, как умирает скот, когда они видели, как умирает первенцы, какое впечатление это могло создать у них об их Боге? То есть что они могли подумать об Иегове, видя все эти казни? Трепет, ужас. То, что Бог их такой карающий, Бог, что Бог их может вот так действовать. Понятно, что у них был какой-то, с одной стороны, благовение, что Бог такой мощный, но и был какой-то страх, что это может произойти. Более того, они вышли в пустыню. В пустыне у них не было ни врачей, они были своими рабами. Не было ни больниц, ничего не было. У них был страх, что если они сейчас пойдут, как они дойдут? И сказано в этом стихе Богом, должно было успокоить израильтян, что увиденные ими кары Божьи, те болезни, которые Бог навел на египтян, Он не наведет на них, если они будут послушны Ему. Вот очень интересно, что в этом стихе Бог говорит, не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет. То есть конкретно говорится, что Бог, он сам говорит, что Я послал эту болезнь на Египет. То есть сторонники родительной селения говорят, что Бог никогда болезни не посылает. Сюда посылает их сатана. Здесь в этом же стихе, который они приводят в поддержку учения, говорится, что Которые навел Я. Но они первую часть стиха игнорируют. Для них самое главное, Я Господь, Бог Твой, Царитель Твой. Все. Вот эта фраза. Вот когда я спросил одного сторонника, вот показал это место, я говорю, Которые навел Я на Египет. Долго думая, мне сказали, что на самом деле, Которые навелись в Египте. То есть тут нету Я, тут ошибка на самом деле. Которые навелись в Египте. Да, навелись в Египте. То есть болезни... Которые навел на себя. На самом деле, проблема с переводом, очень частая отговорка. Мы еще об этом будем говорить. Как только что-то не так, сразу неправильный перевод. Вот, например, место, которое мы сегодня уже читали, про слепого юноши. Кто совершил, он или родители его? Иисус говорит, совершил не он, не родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. На самом деле, тут не так все. На самом деле, тут нужно читать таким образом. Иисус сказал, не согрешил ни он, ни родители его. Точка. Все. Дальше Иисус уже пошел дальше и говорит, чтобы на нем явились дела Божьи, не должно делать дела, пославшие меня, доколе есть день. Приходит ночь. То есть, как бы, тут предложение разрывается. И чтобы... А, вот и на нем нету. Чтобы явились дела Божьи, не должно делать дела, пославшие меня. То есть, вот так звучит. Иисус отвечал, не совершил ни он, ни родители его. Точка. Он пошел дальше. И дальше Он уже говорит, чтобы явились дела Божьи, не должно делать дела, пославшие меня, доколе есть день. Но он говорит, что все равно же, что это означает, что болезнь не за грех у него. Ни за его, ни за родителей. Уже все равно проблема. Ну да. Уже... Да, но что именно эта болезнь была к славе, чтобы из-за этой болезни убирали, что болезнь является причиной того, что совершаются дела Божьи. Божьи вчера, но она не поддерживает этого. Вот еще один неправильный перевод, который в их Библии. Это Данил 3 глава. Раздирание слова на нем отсутствует. У Данила 3 глава, смотрите. Мы еще к этому месту вернемся. На самом деле они говорят, что если же не будет того, имеется в виду не то, что если же они не будут избавлены из печи, а если же ты нас в эту печь не бросишь. То есть они считают это так. Бог наш, которому мы служим, сильно спаси нас от печи, раскрыл огнем от руки, твой царь избавит. Если же ты и не сбросишь нас в эту печь, то да будет тебе известно, что мы богатым служить не будем, золотому сукану, который... На самом деле это очень спекулятивное прочтение, потому что неправильно это. Я показывал это место профессору, который очень хорошо знает еврейский язык и по-еврейски читает. Он говорит, что никак это не может означать. И все богословы... Ну, в честности, ради нужно сказать, что далеко не все так толкуют. У Кента Хиггина есть сын, который сейчас еще жив. И он достаточно более здрав в своих взглядах, чем его папа. И вот он говорит, что эти юноши были настолько посвящены Богу, что они даже пошли на то, что некоторые называют негативным исповеданием. То есть он вполне конкретно признает, что на самом деле они здесь негативно исповедовали. Потому что, несмотря на то, что это идет в разрез со всем их богословием. Потому что как только мы сомневаемся, мы этого чуда не получаем. И есть еще много других мест, где перевод у нас оказывается неправильным. Это совсем не красит их, потому что среди них очень мало знадоков греческого языка. Вот этот капс, который ищите и получите, он на самом деле фермер. То есть он никогда не то, что греческого не изучал, он никогда не имел классического богословского образования. И он берет на себя смелость заявлять, что неправильно в Библии перевод. И мало того, что греческий не совсем правильно, он и отражает то, как тогда люди говорили. Представляете, да? То есть на самом деле это очень-очень некрасимо. У нас в Святой Иегове сделали новый перевод в Библии, где они многое всего переписали. И когда идут такие вот уловки, то это уже... Так, кстати, у них похоже. Человек в тебе ныне смретает. Предубежденно. Да, и кстати, вот это именно точно так же говорят сторонники движения веры. Почему? Потому что Иисус, по их мнению, пошел именно в ад после Сакса Креста, а не в рай. И именно в аду он пострадал, и наше искупление совершено в аду. Когда Иисус сказал, что совершилось на кресте, он не имел в виду искупление. Искупление только началось. Он пошел в ад, там мучился, там с сатаной по полу катался, потом и так далее, и так далее. И для того, чтобы оправдать это, они говорят, что там, где написано, говорю тебе ныне, будешь со мной в раю, на самом деле не так. Говорю тебе, запятая, ныне же будешь... Вернее, говорю тебе ныне, запятая, будешь со мной в раю. То есть так же, как Светлый Иегов. Хотя во всех других случаях употребления фразы, говорю тебе ныне, всегда ныне было... То есть это было словосочетание, которое Иисус часто говорил. Говорю тебе ныне. Оно свящается там только 12 раз в Новом Завете. И везде Иисус говорил такие слова, говорю тебе ныне. А тут почему-то Он сказал, говорю тебе, а ныне Он уже сказал другой... Наоборот. Да, наоборот, да. Православная Церковь тоже считает, что Христос, когда умер на Кристо, он из-за этого освободил всех. Он победил этот ад и выглотил всех, которые были до первых советных этих всех. Ну да, я немножко оговорился во всех, а тут истинно говорю тебе ныне. То есть именно в этом и говорился. А у них немножко другое понимание. У них понимание заключается в том, что Иисус, Он принял на Себя природу Сатаны, Он стал грешником. И поэтому, так как Он грешник, Сатана его затащил в ад и там Его мучил. И почти Его уже победил, уже у Христа не оставалось никаких сил. Измученный Его дух там уже еле-еле-еле теплился. Еле-еле теплился. И тогда мешался Бог, и Иисус там родился свыше. Иисус первый рожденный свыше человека. В аду. Он родился свыше в аду. И теперь то же самое происходит со всеми верующими. Каждый человек, который рождается в этом мире, у него природа Сатаны. И когда мы каемся, природа Сатаны заменяет с собой природу Бога. Поэтому мы можем творить то же самое, что творил Христос. Потому что у нас та же самая божественная природа. И каждый верующий такое же воплощение Бога, как Христос из Назарета. И Коппол говорит, слава Богу, что Иисус не является уже единородным Сыном Божиим. Потому что каждый из нас такой же единородный Сын Божий, как и Христос. Вот если у нас будет время в пятницу, мы более подробно об этом поговорим. Просто вот здесь они точно так же, как и говисты, вот это место сейчас на Писании переводят. Говорят тебе ныне, будешь со мной когда-то в раю. И там есть другое место, которое сложнее исправить, когда Иисус говорит, Отче, в руки твои передаю Дух Мой. То есть они говорят, что Иисус духовно умер на кресте. Он назвал Бога уже не Отцом, а Боже мой, Боже мой, почему ты оставил? Потому что Он не мог назвать Бога Отцом, потому что Он уже не был Его Сыном, Он был грешником. Он духовно умер, Троица раскололась. Но тогда получается, что в руки твои придает Дух Мой, Отче. Мало того, что он назвал Его Отче, во-первых, Дух жив, и Он придает Его в руки Отца, а не идет в Ад. То есть вот это место гораздо сложнее объяснить, и никто, если честно, не берется из них объяснять. Поэтому мы об этом поговорим дальше. Наши стихи были мы набирали? Да, 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 обязательно, обязательно. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вот, что касается еще Ветхого Завета, значит, Бог вывел израильтян из Египта, у них не было больниц, он обещает их там исцелять. Сегодня мы не вышли из Египта, у нас есть больница. И понятно, что этим местом он связал себя по отношению к ним, он пообещал, что он после них будет исцелять, чтобы они не боялись. Во-первых, он не наведет о них кары, как в Египте, чтобы они не боялись, что несмотря на то, что он такой грозный Бог, с ними он будет вести себя по-другому и будет их исцелять. И мы не исполняем закон Моисея и так далее, и не собираемся переходить Иордан. Для нас, живущих сегодня, это место говорит о Боге, его характере и раскрывает тот факт, что Бог контролирует болезни, он может их посылать, как посылал в Египте, так может и исцелять, как исцелял израильтян в пустыне. И также это место говорит о том, что если Бог ведет в каком-то направлении, он силен обеспечивать всем необходимым, чтобы пройти предназначенный им путь. И вот места, которые в Ветхом Завете говорят о том, что Бог не только исцеляет, но и посылает болезнь. Вот первый сайт, Господь умиршляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Господь сказал Моисею, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим или слепым, не я ли Господь Бог. Есть очень много мест, мы всех не будем перечислять, места, которые говорят о том, что Бог ответственен за болезнь. Что касается стиха из Псалма, давайте мы его откроем. Псалом 102, да. Он очень часто используется. С первого по четвертый стихи. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, и избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Твою Тебя милостью и щедротами. Вот сторонники, когда эти три населения говорят, что, смотрите, он, во-первых, прощает все беззакония Твои и исцеляет все недуги Твои. То есть это все часть одного целого. Точно так же, как он прощает грехи, точно так же населяет. И так же, как все грехи он прощает, так же все болезни он исцеляет. Ну вот для того, чтобы сильно не углубляться, вот в четвертом стихе написано «Избавляет от могилы жизнь Твою». Понятно, что часто Бог спасает нас от какой-то гибели, от смерти. Но тем не менее, каждый из нас когда-то умрет. Получается, что Бог избавляет нас от могилы, но это Он делает не всегда. Наступит такой момент, когда мы от могилы избавлены не будем. Понятно, да? То есть в этом стихе не говорится об универсальности этих утверждений. Во-первых, на псалмах вообще нельзя строить доктрины. Понятно, да? Светили Иеговы построили свою доктрину на 36-м псалме. Праведник на село земли будет жить на ней в век, а нечестиво истребится и исчезнет. Значит, что мы будем жить на земле в раю. Рай будет на земле. То есть псалм, он не служит источником доктрин, во-первых. Во-вторых, это должно согласовываться со всей Библией. И мало того, здесь в контексте, если следовать этой логике, то мы должны никогда не умирать, если мы не должны никогда болеть. То есть так как мы исцеляемся от всех болезней, мы должны всегда быть избавлены от могилы. Однако верующие не всегда избавляются от могилы. Когда-то они все умирают. Вывод. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог исцеляет и о том, что Бог посылает болезни. Использовать Ветхий Завет в поддержку учения о гарантированном исцелении можно только применив избирательный подход к толкованию Писания, выбирая нужные места, игнорируя остальные. Именно это, к сожалению, делают сторонники гарантированного исцеления, когда строят свои рассуждения на местах, записанных в Ветхом Завете. Если, например, какое-то место говорят о том, что бы посылал болезнь, они скажут, что это Ветхий Завет. У нас сегодня полное откровение о Боге. Но в то же время и Иегова Рафа они постоянно цитируют, хотя это тоже Ветхий Завет. То есть непоследовательность. С одной стороны, Ветхий Завет нельзя использовать, потому что это уже Ветхий Завет. Но с другой стороны, они сами же его используют, когда им это нужно. Ветхий Завет Ветхий Завет